добрый день дорогие друзья ассалам алейкум всем вы на канале вкусная еда с хадиджей сегодня по многочисленным просьбам я буду готовить аварский хинкал я считаю что хинкал это визитная карточка дагестана нет такой дагестанки которая бы не могла готовить хинкал у нас очень много разновидностей хинкала в дагестане и на канале я обязательно вас буду знакомить с этими видами хинкалов я думаю вам это очень понравится но сегодня я буду рассказывать именно об аварском хинкале несколько лет тому назад меня познакомили с этим рецептом мои друзья аварцы и рассказали мне массу секретов и сегодня я буду делиться этими секретами с вами и так дорогие друзья если вы впервые на моем канале обязательно подписывайтесь не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать выход нового видео если понравится видео ставьте лайк поддержите нас лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими спасибо вам огромное за комментарии и пожелания я вам очень признательна и так давайте начнем нашу работу я всем желаю удачи на кухне начинаем с мяса я подготовила говядину вот видите с косточкой вот такие вот кусочки где-то полтора килограмма посмотрите с волокнами мясо очень хорошо для хинкала вот такие ребрышки потом мы косточки уберем и как раз вот косточки и вот этот жирок дадут очень хороший навар это важно в пятилитровый сотейник вог я сейчас устанавливаю мясо конечно же я его предварительно помыла хорошенько очистил от мелких косточек вот и сейчас наливаю сюда воды вода должна покрыть мясо так как она будет вариться чтобы она была погружена в воду и сейчас ставим на средний огонь нам нужно обязательно снять пенку пенка абсолютно ни к чему поэтому мы аккуратненько ее снимаем после того как снимем пеночку ставим на маленький огонь и где-то полтора часа у нас мясо будет вариться при закрытой крышке прошло полтора часа наше мясо практически готово и сейчас нам нужно будет обязательно извлечь мясо отделить его от косточек и процедить бульон это очень важно так как на дне осели мелкие косточки посмотрите какой бульон получился наваристый жирный это очень важно для нашего хинкала помпушечки хинкальные будут обволакиваться вот этим жиром и они будут очень вкусные и так я уже сотейник промыла хорошенько и сейчас процеженный бульон наливаю снова сотейник и ставлю на газ а тем временем мы будем готовить подливу две хорошие средние значит помидорины я разрезаю пополам удаляю плодоножку и буду сейчас натирать на терке и будем готовить жарить подливу для нашего вкусного хинкала помидорки наши готовы сейчас я растительное масло где-то три столовые ложечки выливаю в маленькую сковородочку и помидоры отправляю сюда и значит мы сейчас ставим на газ небольшой газ и будем тушить наши помидоры а тем временем сейчас несколько зубчиков чеснока по вкусу вот я посмотрите 6 зубчиков взяла чеснока я в ступке их сейчас буду измельчать вы можете конечно чеснокодавки это сделать но в старину измельчали именно так в каменной ступке и поэтому я сейчас тоже буду молоть в ступке а сейчас готовим тесто высыпаем в миску 800 грамм плюс-минус пшеничной муки высшего сорта делаем углубление и сейчас сюда отправляем одну чайную ложечку соли 500 миллилитров кефира у меня домашний кефир это где-то 2 2 стакана по 250 миллилитров и отправляем сюда вот в кефир прям нужно чтобы в кефир попал попала сода вот вы видите да одну чайную ложечку соды и вторую чайную ложечку соды без верха это очень важно на один стакан кефира мы добавляем значит одну ложечку без верха и сейчас все смешиваем вот у нас будет такое готовое тесто очень важный такой секрет тесто мы готовим за полчаса вот сейчас добавляем яйцо еще одно за полчаса как у нас приготовиться мясо то есть полтора часа мясо как только сварилась мы начинаем готовить тесто не раньше вот это один из секретов очень важно и вот сейчас замешиваем тесто тесто должно получиться крутое но мягкое это важно вот такое тесто у нас должно получиться мы его подкатываем в шар в мисочку и накрываем пленочкой в контакт и где-то минут десять даем отдохнуть сейчас бульон к мясу мы добавляем картошку погружаем ее вот так бульон и пусть она дальше варится где-то еще минут двадцать двадцать пять до полной готовности нам нужно чтобы картофель был сварен но не разварен это важно вы видите что на заднем плане у меня жарятся помидоры ужариваем их до хорошего такого состояния чтобы помидоры стали мягкими и масло немножко отделилась вот так полностью погружаем и сейчас как только закипит у нас картошка я добавляю соль вот это важно именно в этот момент я добавляю соль в мясо и картошку бульон закипел и сейчас я одну столовую ложечку такую хорошую столовую ложку насыпаю на мясо подсолить мясо и картошку все сейчас убавляем газ и минут двадцать двадцать пять так у нас все готово посмотрите картофель великолепно сварился мясо тоже готово и сейчас мы на большое блюдо будем доставать готовую картошку и мясо а сейчас подлива наша готова как я и говорила масло отделилась и все хорошо ужарилась сейчас мы добавляем подливу в емкость немножко чеснока немножко соли немножко бульона и наша подлива готова у нас дагестане обычно хинкалу подают две подливы томатную и сметанную томатная готова сейчас готовим сметану и оставшийся чеснок добавляем и сметану все хорошо перемешиваем и готова для того чтобы нам варить хинкал нам нужно больше бульона поэтому мы сейчас горячую воду чистую добавляем с кипяченую добавляем в бульон наше тесто готово сейчас мы вот подпыляем мукой немножко скатываем шар обминаем наше тесто и разделим сейчас его на две части и сейчас тоже скатываем шар я знаю два варианта как формировать хинкал аварский но вот я именно хочу вам показать этот вариант мне он больше нравится вот такие вот два шарика делаем и сейчас каждый будем раскатывать и формировать хинкал раскатала тесто вот в такой небольшой пласт нам нужна толщина где-то полтора сантиметра я сейчас нарезаю на произвольно можете нарезать как вам удобно я нарезаю ромбиками вот посмотрите какой толщины должны быть должен быть хинкал хорошо кипящий бульон мы отправляем порционно хинкал здесь есть несколько секретов это очень важно с того момента как вы опускаете хинкал нужно засечь время четыре пять минут пять минут это уже красная линия очень важно и варить нужно хинкал при закрытой крышке это тоже очень важно и обязательно подготовьте заранее шумовку большую крупную которую вы будете вылавливать хинкал и зубочистку либо шпажку потому что когда вы будете вынимать хинкал его нужно обязательно прокалывать наши хинкалины будут увеличиваться в размере и вот хочу сказать вам что вот за тот момент пока они варятся обязательно раза два нам нужно будет хинкал помешать если вы не будете хинкалины мешать они могут потрескаться это тоже один из секретов каждую хинкал обязательно нужно протыкать как раз когда вы протыкаете высвобождается сода если вы это не сделаете просто-напросто она потом посереет станет прям голубым и невкусным резиновым поэтому очень важно каждую хинкалина прокалывать наш вкуснейший хинкал готов посмотрите какая красота дагестане у нас его подают горячим с пылу жару можно звать всю семью мясо картошка подливы обе все на столе как положено сметанная подлива томатная подлива и конечно же традиционный бульон обязательно когда поешь хинкал нужно запивать бульоном иначе говорят у нас хинкал в желудке дерется это вот такая есть шутка сейчас будем пробовать мясо великолепно проварилась картошечка мягкая вкусная бархатная и вот посмотрите наш хинкал как великолепно проварился он пушистый как подушечка такой он и должен быть он даже на следующий день тоже очень вкусно когда его поджариваешь посмотрите внутри как и должно быть подушечка пористая очень пушистая мягкая очень вкусно сейчас добавляю сметанку с чесночком томат с чесночком и можно пробовать вау как это вкусно всем приятного аппетита всем рекомендую приготовить этот замечательный хинкал итак дорогие друзья если вам понравилось моё видео ставьте лайк поддержите нас лайком делитесь моим видео со своими друзьями и близкими если вы впервые на моем канале подписывайтесь не забудьте нажать на колокольчик справа чтобы не пропускать новые видео делитесь моим видео со своими друзьями близкими пишите в комментариях как получается у вас чтобы вы хотели со мной еще приготовить и так дорогие друзья. Я вам желаю всего самого наилучшего, здоровья и до встречи на канале. Вкусная еда с Хадиджей. Пока-пока.